Здравствуйте! С вами интернет-портал стекло.ру. Сегодня мы расскажем вам, как правильно по ГОСТу установить окна. А начинаем мы с подготовки окна. Крепежные элементы распределяются по всему периметру оконного блока. Установка крепления возле импостов должна производиться как сверху, так и снизу для придания жесткости. Согласно ГОСТ, существует три вида крепления с использованием шурупа по бетону, дюбель-гвоздя с анкерными пластинами и анкерного болта. В данном примере используется третий вариант. Рекомендуемые минимальные углубления для анкерного болта следующие. Бетон 40 мм. Кирпич полнотелый 40 мм. Кирпич щелевидный 60 мм. Блоки из пористого природного камня 50 мм. Установка по ГОСТ подразумевает использование специальных герметизирующих материалов. В помещении влажность выше. Некоторая часть парообразной влаги проникает в шов даже при установленной пароизоляционной ленте. Если наружный контур шва сделать таким же плотным, как и внутренний, влага будет постепенно накапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств. Поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип «изнутри плотнее, чем снаружи». Для этих целей используют ПСУЛ — предварительно сжатую уплотнительную ленту. Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ. Если больше — диффузионную ленту с аналогичными свойствами. Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить. Выравнивание оконных проемов является наиболее важной процедурой, поскольку именно от этого зависит успех монтажа стеклопакетов, их герметичность и долговечность. Мы подготовили окно, очистили проем от мусора и пыли. Осталось смочить стены водой для улучшения адгезии. Рама оконного блока устанавливается в проем. Коробка не должна ставиться непосредственно на поверхность проема, а должна опираться на несущие опоры. Для этого мы используем пластиковые клинья. Они устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы, и их должно быть не менее трех. Для выравнивания приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, и в момент сверления мы ее могли деформировать. Контролируя уровнем положения конструкции по вертикали, сверлим отверстие в проеме и закрепляем раму при помощи анкеров по периметру всего окна. Анкера забиваются не до конца, чтобы была возможность правильно выставить раму. Перед установкой отлива закрепите диффузионную ленту к подставочному профилю. Тщательно пропеньте место под лентой. После снятия защитной пленки нанесите монтажную пену. Далее прикрутите отлив к подставочному профилю при помощи саморезов в четырех-пяти точках. Под отлив также необходимо нанести монтажную пену. Если этого не сделать, то во время дождя вы можете услышать барабанную дробь. Итак, вы приступили к тому этапу работ, где требуется применение монтажной пены. Прежде всего учтите, перед началом монтажа и в его процессе температура баллона не должна опускаться ниже плюс 20 градусов. В холодное время года, когда температура воздуха ниже нуля, необходимо надевать особые шубки, как на ствол пистолета аппликатора, так и на сам баллон. Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 миллиметров. Если ширина проема больше 60 миллиметров, то намного рациональнее сначала уменьшить его размеры с помощью более недорогого материала, например, кирпича или пенопласта. На смонтированную оконную коробку устанавливаются глухие стеклопакеты, навешивают створки. Закрепите ось верхней петли. Прикрутите ручку к створке. Поставьте створку на нижнюю петлю и, приподняв дальний угол створки, замкните верхнюю. Перед установкой подоконника его нужно разметить и выпилить. Согласно размерам проема и глубины откосов. Установите прижимные пластины на подставочный профиль, который обеспечит плотное прилегание подоконника к раме снизу. Выставите подоконник по уровню, используя клинышки на передней кромке. Создайте минимум три точки опоры. Тщательно пропеньте место под подставочным профилем и сам профиль, куда будет упираться торец подоконника. Для того, чтобы подоконник не деформировался и сохранился горизонтальный уровень, установите на него что-нибудь тяжелое до схватывания пены. В некоторых случаях подоконник закрепляют с помощью саморезов через паз под штапик, предварительно просверлив отверстие. Проведя замеры, выпиливаются верхняя и боковые панели. После окончания процесса регулировки с внутренней стороны окна снимается слой защитной пленки, капли извести и цемента. Затем проверяется работа фурнитуры окна. Убедитесь лично, что все режимы работают, причем плавно и без особых усилий. Итак, дорогие друзья, мы рассказали вам, как установить окно согласно ГОСТу. Надеемся, наше видео было интересным и полезным, и в будущем у вас не возникнет сложности с установкой. Но если у вас возникли вопросы, вы всегда сможете найти ответ на портале стекло.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова